На самое хлебное место претендовали различные крымские фирмы, но маршрут Симферополь-Ялта отдали Лиман Трансу. Фирма, несмотря на условия договора, привезла в столицу автобусы совершенно непригодные для междугородних перевозок. Скотовозы, так их называют в народе, радовало только одно по договору – гуманные цены. Стоимость билета не должна была превышать 20 гривен 77 копеек, так как автостанционный сбор у лоцманов отсутствует. Совет министров официально утвердил Лиман Трансу тариф – 22 копейки за километр и дал разрешение оббелечивать пассажиров прямо на месте. На деле все вышло по-другому. Здесь, наверное, женщина, я не знаю, она, наверное, билетер получает, кондуктор. Но даже такие доказательства глава Республиканского комитета по транспорту связи Николай Черевков не замечает, хоть и пообещал наказать нарушителей. Если у них зафактировано будет нарушение договорных обязательств, которые они заключили, а я подписал от имени Совета министров, нарушения, то они будут самым жестким образом наказаны и будут привлечены к ответственности. При этом завышенная цена не оправдывает ожиданий пассажиров. В транспорте нет ни кондиционеров, ни даже багажного отделения. Багаж был, как бы сказал? Ну, наверное, не совсем, потому что все сзади на кучу было сумка на сумке буквально. Но вся эта тема для главы Республиканского комитета по транспорту связи кажется надуманной. Сегодня человеку простому это, в общем-то, неинтересно. Большинство людей отмечают порядок, большинство людей чистоту отмечают, организованность, тарифы установлены и так далее, и так далее. Хоть уцепились в этот люман транс и все, больше ничего не видите. По словам Черевкова, у автобуса «Флотсман» даже есть специальный замедлитель для наших горных трасс. При этом опытные водители утверждают, в этих «Мерседесах» горный тормоз отсутствует. На серпантине они могут стать неуправляемыми. Пассажиры жалуются, чтобы охладить тормозные колодки, рулевой вынужден постоянно делать незапланированные остановки. При этом «Лиман Транс» страховку на пассажиров показывать отказывается. А оставшийся неудел перевозчики со страхом думают о том, чем будут кормить свои семьи зимой. Ведь летнего заработка они фактически лишены. Дарья Ковган, Андрей Тымчук, Служба новостей ТВ.